Это было давно, сколь столетий назад, я того вам сказать не смогу. Старый терем стоял, там, где сосны шумят, на высоком крутом берегу. Именитый боярин в том тереме жил, был он славен, почетен, богат. Никого не любил, никого не щадил, грозен был у боярина взгляд. Много слуг он имел, но на них он глядел, как холодная зимняя ночь. Из холопов один грозный взгляд выносил, был тот парень и ловок, и смел. Он в боярских стадах скакуна обратав, обгонять буйный ветер умел. На расистой траве, забыла, осыпался и падал, как снег. Увидал молодец на расистой траве, чуть приметный за теремом след. По расистым лугам парень шел по следам, и пришел он на берег крутой. Там внизу, у реки, где шумят тростники, плачет девушка с русой косой. При бережных кустах и в сухих тростниках парень долго чего-то искал. Он тростинку нашел, сделал дудку ножом и прекрасную песню сыграл, слышит девушка в ней. Не грусти, слез не лей, ты со мной, ты навеки моя. Осыпался в саду белорозовый цвет, да под яром плескалась струя. Много раз с той поры у подножья горы ждал боярскую дочку холоп. Не блестела слеза в ее синих глазах, загрустит, он ей песню споет. И боярская дочь в одну темную ночь поклялась вечно парня любить. Клятвы были навек, но лихой человек в ту же ночь их сумела разлучить. Старый раб все узнал, все отцу рассказал. И боярин стал тучи грозней, он кричал, он стучал, бить плетьми приказал. Только парень не ждал, за реку он бежал, не отведал боярских плетей. И на том берегу громко песню сыграл на чудесной свирели своей. А когда предрассветом белесый туман скрыл тот берег и терем, и сад, Парень тяжко вздохнул, головою тряхнул и пошел, куда очи глядят. Шел он лесом густым, шел он полем пустым, долго шел. И пришел, наконец, до высоких хором. Предузорным крыльцом сел на камне усталый беглец. И он так заиграл, так он песни слагал, что нас слушаться все не могли. У хоромных ворот дивовался народ. Видно он не из нашей земли. Вышел сам старый князь. И слугам дал приказ, чтоб свирельщик играл для меня. Честь по честь нарядить, напорить, накормить, поднести ему чару вина. А у князя был пир. Князь певцу говорил, чей ты родом нам имя открой. Князю он отвечал, мать отца я не знал. Не за имя любим был одной. Оставайся, любим ты под кровом моим, и веселые песни нам пой. А за песни твои мы тебя наградим и вином, и казной, и парчой. Часто князь звал гостей, и свирелью своей чаровал их веселый и любим. Гости звали к себе и везли на коне, то к одним, на пире, то к другим. Где любим не бывал, много стран он узнал, исходил много дальних путей. Так прошло много лет. Уж свирельщик стал сед, а свирель все звучало сильней. Меж полей и лесов, меж роскошных садов, молодой и могучий жил князь. Он к певцу прискакал темной ночью, от всех затаясь. Слушай слово, любим, князь певцу говорил. Ты бессилен, ты нищий, ты стар, ты свирель мне вручи, а с меня получи, чтобы только иметь пожелал. Мне с свирелью твоей будет жить веселей, на свирели играть буду сам. И ответил старик, ты могуч, ты велик, но свирель я тебе не отдам. Что в свирели моей? Знай, князь, сила не в ней, ведь свирель это только тростник. Не свирель так поет, а любовь, что живет много лет у моей верной клюги. Он от князя шел прочь, а кругом была ночь, да шумел только лес впереди. Вот в свирельщик седой в край явился родной, так же волны под яром бегут. А где терем стоял, вырос дикий бурьян, стонет бор на крутом берегу. И здесь могилы до тень, молодой вьется хмель по ветвям одичавших садов. И заплакал старик, и запела свирель, где ты, где, дорогая любовь. Вдруг он слышит, ну что, шорох милых шагов? Или плечется в речке вода, наяву или во сне, а на узкой тропе чье-то темное платье видать. Он свирель уронил, он навстречу спешил, он о старушке не мог не узнать ту, которую звал. Это ты, дорогая любовь, и сказала она, нашей клятве верна. Я ждала тебя много годов, я в землянке лесной коротаю век свой вдалеке от житейских тревог. Мне о славе твоей рассказал шум ветвей, песни пел ветер с дальних дорог. Над широкой рекой, в той землянке лесной, со старушкой остался старик. И скучные с той поры у князей их пиры, вольной песни не слышно на них. Бор шумел, годы шли, так же воды текли, и все так же плескались в яру. И в предсмертные дни пожелала любовь, пусть под песню твою я умру. В час, когда расцветал белорозовый сад, пел старик свою песню любви. Он ее не допел, захрипела свирель, что-то в ней обломалось внутри. И свирельщик седой, ослабевший рукой ту свирель, изломал на куски. И над яром он стал, и с тоскою сказал, унесите их волны реки. И обломки летят в яр, где волны шумят, но они не погибли в волнах. Стая и пташек взверились, над рекой понеслись, и укрылись в прибрежных кустах. А с кустов раздались, стрелялись, щелканье, свист, песнь гремела сильней и звучней. Слушал звуки старик и улавливал в них дивный голос свирели своей. Это было давно, сколько лет, все равно, но с тех пор и поют соловьи. Отыграла свирель, и певца нет теперь, но жива его песня любви. О, браво, молодец! Субтитры создавал DimaTorzok